Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. У нас на календаре 31 июля. Завтра первый день нового месяца, заключительного летнего месяца. И сегодня мы с вами поговорим про текущие события, потому что ночка была шумная. И заглянем на рынок. Заглянем на рынок. Среда. Продуктовая ярмарка однодневная на Дарвенской площади. Если вы готовы, погнали! Ну и начнем с новостей, которые сегодня ночью происходили в Украине. Российские оккупанты обстреливали сегодня, запускали по территории Украины, в частности по Киеву, 89 шахедов. На подступах к Киеву они все были сбиты. Плюс сбита была одна ракета. Воздушная тревога держалась около 7,5 часов, чуть ли не с 11 вечера до, я не знаю, с каких утра. На 9.30 утра жертв нет, но есть 14 поврежденных частных домов в Киевской области. Все эти дроны, все эти шахеды, мопеды, они летели по Киеву, поэтому все они были сбиты на подлете к Киеву. Абсолютно каждый день, абсолютно каждый день российские оккупанты обстреливают города, будь то Харьков, будь то Одесса, будь то другие города Украины. Сегодня по погоде. Сейчас первая половина дня, и если вы посмотрите, вот такая градусная аномалия, такая градусная аномалия с сегодняшнего дня снова появилась в Киеве. Несколько дней последних было прохладно, так существенно прохладно. Например, вчера в центре я ходил, смотрел, люди уже облачились в рубашки с длинным рукавом, в какие-то курточки, какую-то верхнюю одежду, регланчики. То есть было прохладно. Но сегодня, как вы видите, снова люди в майках, снова люди в футболках, снова люди в шортах, потому что на градуснике в тени сейчас около, ну опять же, около 20, наверное, 9-27 градусов тепла, ну а на солнце сами вы видели сколько. И сегодня мы с вами вернемся к рынку на Дарнинской площади. Даже я бы сказал, это не рынок, назвайте как хотите, кто-то в комментариях бесится от этого, но для меня ситуация не меняется от того, что это продуктовая ярмарка, продуктовый базар или рынок. Говорите как хотите, от этого ценник на нем не меняется. Главное понимать, что эта локация, это место работает только один день в неделю, только среда и только с 7 утра, где-то ориентировочно до 4 часов дня. Сейчас разгар, так скажем, активности, потому что люди уже попросыпались, те, кто не ушел на работу или отпросился, возможно, с работы они идут на этот рынок. И еще не жарко, сейчас повторюсь, первой полной дня, и самое время, на мой взгляд, как раз изобрести на этот рынок. Дарнинская площадь, в прошлом Ленинградская площадь, видите, разного рода торопыги, которые пытаются повернуть налево, чуть ли не с самой правой полосы, получают в бочину от фуры. Друзья, если вы водитель, если вы автомобилист, если вы пешеход, мотоциклист, моноколесник, тракторист, никогда не подлазите, мой вам совет, никогда не подлазите под фуру, потому что у фуры очень большие слепые зоны. Даже если стаж у водителя фуры огромнейший, все равно он может физически вас не увидеть. Максимально советую фуры обходить 10-й дорогой, как пешеходам, так и автомобилистам. Рынок, продуктовая ярмарка. Я тут не был, я тут не был уже 100 лет, очень давно не был, но не без этого. Все равно ролики у нас выходят, и все равно с других локаций, не менее интересных, вы можете ознакомиться с ними. Один из роликов, одно из видео у нас было с рынка на Днепро. Рынка на Днепро, да? Словесный понос какой-то. С рынка Днепро на Борщаге, на Борщаговке. А второй ролик у нас был с столичного рынка, который на окружной. И первый, и второй заслуживает уважения, заслуживает внимания, и заслуживает вот эти, как машины могут поворачивать, если у тебя позволяет клиренс. Перекрывается движение тут. Ставлю отдельную благодарочку и отдельный респект коммунальщикам, которые расчертили дорожку, расчертили велодорожку белым цветом после того, как на 15.51 просто оставляешь заявку. Тут доселе она была подстерта. Если вы обратите внимание, сверху вот знак, вот тут, где я сейчас иду, тут как раз находится велодорожка. Очень удобно для того, чтобы машины тебе не ехали вза. Так, давайте начнем. Посмотрим у нас с помидорчиков. Помидорчики у нас 24,80. 24 за килограмм 80. Перчик 40, 49. Такой вот маленький перчик, да? У нас есть 34 белозирка. Кабачок 39, цибуля 19,80. Баклажан 24. Помидорчики маленькие 49. Так, что у нас еще есть? Лохина 129. 129, да? 130. Ковун 14,80. А ковун, я еще, например, вот я половинку витёгу хочу. Ему можно витрить от ЭБД, да? Можно, да? 14,80. Дякую. Денька 29,80. Переспросил, потому что многие говорят из вас, что многие, кто-то один человек говорил, что как так? Это вообще антисанитария. Покупать разрезанный арбуз, половинку арбуза, когда его режут грязным ножом, грязным просто ножом. Это такая антисанитария, это жесть. Несоизмеримая. Эти спросим булки. Добрый день, а в какую цену у вас с маком великой? Вот такая, да? Да, там подвина порция была. Ага. А половинка 25, да? Третья. Третья, заразумею, дякую. Так, вот такая вот подвина порция. Специально вам отрезали половинку, чтобы видели, какое количество мака оттуда вываливается. Огромное количество людей. Вот, может быть, конечно, камера не так прям передает, но людей тьма, и большинство из этих людей, видите, это люди старшего такого вот, похылую, покажет Вику. Ну, ничего, 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 молодежь тоже потянется. Так, появились у нас виноградик. А кишмишье у вас, нет? Нема 100 гривен виноград. Слива 35. Оверхи. Шестьдесят пять. Чесник. Чесник 10, да? Да, штука. Чесник 10 штука. Так, лохина, 130, черешня. А вишни нема? 130. 130 черешенка. Добрый день, Ирулька в якуте на вас? Сорок пядесят. Сорок пядесят. Дякую, а ребра? Сорок пядесят. Сорок пядесят. Сорок пядесят. Сорок пядесят. Добрый день. Угу, изразумев. Так, вот такие вот у нас мясо есть даже на рынке. Хотя была новость о том, что запретили, запретили продавать Скоропорт, в том числе мясо, сало. Я бы даже сказал, что на это не влияет, на возможность продажи не влияет наличие холодильников. Потому что если бы такую опцию открыли, да, то я думаю, что все бы сюда приволокли холодильники. Ну, многие. Тут я не слышу ни генераторов, ни холодильников. Поэтому вот этому лотку я удивился. Так, посмотрим виноград. А кишмиш я у вас здесь, да? А скейки? 100 гривен. 200 гривен. Но виноградик, вот я смотрю, диапазон от 100 до 120, до 130 гривен. Ковун 10 гривен. Дешево и сердито. Ковун. Денька 20 гривен. Кукурузка 10. Ну, Ковун я вам скажу. Вот я был на рынке столичный, я был на рынке Днепро. Я не помню, чтобы было по 10 гривен Ковун. Я помню, по 12, по 18, по 20, по 10, не помню, не помню. Так, лохина у нас по 100. Персик 35 и 50. Ну, чуть голубь дедушку не сбил. Так, по арахису. По арахису жареный 140. Сырый Индия, прямо из Индии, да? С плантацией у нас 120. Кунжут 180. Чечевица 80. У вас в прошлый раз было круглое еще. Рис 60. Так, на компоте киноузвар 70 гривен за килограмм. 70 гривен за килограмм. Так, тут у нас по красоте все так разложено. А буряк в якутину? 35. 35, понял. Дякую. Понял, понял, понял. 35. Морква 45. Бурячок 35. Друзья, вот я иду, честно говоря, против солнца, да? Даже я бы сказал, вот солнце с левой стороны. И ничего не говорит о том, что оно исчезнет. Потому что туч нету, облаков нету. Но как вы ведете себя на солнце? Вот я не люблю вообще ходить в солнцезащитных очках. Вот как есть, так и иду. Щуришь, не шуришь. Даже на пляже я редко одеваю солнцезащитные очки. Я одеваю очки для катания на велосипеде, чтобы, допустим, когда по проезжей части я еду, пыль, какая-то грязь, пепел, выхлопные газы не попадали в глаза. А вы носите солнцезащитные очки или нет? Вот видите, у нас лоток. И очень много, огромное количество людей, которые и с тележечками, и с сумочками закупаются именно тут. О, я не знаю. Я не знаю. Я, наверное, все-таки, если говорить про меня конкретно, то я не сторонник именно рынков. То есть мне какось до вподоби больше магазинных, когда я сам могу прийти, сам могу выбрать, обрати, сам могу сважить, сам могу сплатить картку, потому что много людей, которые здесь находятся в продавчинке, они не принимают карт, ну, по зрозумевым причинам. Но, на мой взгляд, единственный минус – это солнце. Это солнце, жара, когда ты идешь по улице и много, много, много поту. Добрый день. А сало в какую цену у вас? Такое – 220. 220. А рулька? Рульчик от 50 гривен. Дякую. Варного дня вам, дякую. Рулька 50 гривен. Сало у нас, не знаю, подорожало, не подорожало, но ценник вот такой вот. Повторюсь, что давненько я тут не был, и вместе с вами от оливкового олия. Прямо, видите, вот в таких вот баночках. 70 гривен 0,5 объем. Кто-то говорил о том, что… Я вам говорил, я вам говорил, а вы в противовес мне говорили о том, что на оливковой олии жарить нельзя. Это я вам говорил. А почему? Потому что там канцерогены вот это вот во время жарки, повышается температура, и все-все-все, это дело, короче, вредно влияет. Я лично оливковую олию. А курка в какую ціну? 150. Дорого? Дорого. А сколько она должна кошти? 20. Дякую. Вот видите, бабулечка сказала 120, ищем 120 курку. Я ошибся, друзья, я ошибся, забираю слова, взад, потому что уже как минимум четвертый лоток. Я вижу, вот курица была, три лотка с мясом, вот тут вот сулугуни, творожок, и вот там вот вдалеке, если вы посмотрите, возле машинки стоит генератор. То есть все-таки продают мясо, какой-то период времени не было. А в Якутии на пирожки у вас? Все по 20. А еще тут капуста? Да, капуста, сосиска. Капуста, сосиска. Орлов, картофель. Все по 20. Дякую, дякую. Так, сейчас буду обратно идти, я еще не завтракал, куплю пирожки, чтобы с собой не таскать, потому что мне физически некуда его положить, сумочкой по карманам разве что распихать. Так вот, по поводу лохы на 95, полуныца 150, малына 140. Полуныцу, кстати, уже днем с огнем не найдешь, я не знаю, вначале ее не покупают, потому что она химозная, потом ее не покупают, потому что она исчезла. А вот еще сало. А в какую цину сало, добрый день? 170, доброго дня. Это мягушечка, стилочка, вот эти шмачки. Так, а ничего себе у вас тут склад. По мясу заорієнтуете, что тут у вас, ребра, в какую цину? Заорієнтую, 170 ребра. Так, а це, что, яка частинка? Стегенечка. Стегнов, какую цину? 170? 170, зрозуміло, дякую. Такой прилавочек мне нравится на выбор. Но сейчас еще утро, поэтому не все разобрали. Арбузики есть у нас, кавунчики по 25 гривен. А це без кисток кавун, да? С кистками. С кистками. А выглядай, як без кисток. А гриби в Якутийну вас, лусички? Ну, и 200. Стоит 200. Возразумив. Так, мясо появилось. Мясо через каждое, я не знаю, вот видите, где-то через каждое. А ребра в Якутийну вас? 170, дякую. Вот видите, много-много мяса. Есть прилавки, где мясо лежит, так скажем, ждет своего первопокупателя, и там дешевле. Вот видите, какая логика, какой подход интересный. То есть там, где нет кондиционера, на слово, там, где нет холодильника, там цена ниже. А там, где он есть, там цена выше. Вот тут, допустим, нет холодильника, точно холодильник есть, но еще не подключили. И тут ценник будет ниже. А в Якутийну ты еще вырежет рука? 150, наверное. Дякую. 150, видите, моя теория подтвердилась. Там, где не включен генератор, еще или уже не включен, или еще не включен, там ценник ниже, 150 гривен. Там, где он есть, там 220. Может быть, конечно, он пока что спрятан в машине, и пока что еще, ну, реально нету необходимости, потому что на часах сейчас, ну, самое утро, сейчас, не знаю, там где-то 10 утра. Я думаю, что на такой жаре, ну, жара, я думаю, что первые часы вот такой вот жары, еще оно испортиться бы не успело. Так, помидорки. Очередь за помидорками, значит, что-то интересное. 35. Так, а то скиньки 35, да? 35 гривен. Ага. 35. Помидорки 35. Ну, это, это интересно, потому что они стоили 65, 69. Вот тут вот даже где-то, видите, я иду, тут помидорки, я вижу, там 65. А сир в какую ціну, скажите? Сир в середнюю жирности 120 гривен за один килограмм. 120. Так, а тут что у нас, скажите? Там у нас в ассортименте. Розкажите, что у вас есть? Моцарелла? Моцарелла, да, середня, бебиків уже, на жаль, немає, велика сметанка, збирана, и сепараторна маселка, маселка больше жирности. А масло в какую ціну? 350 килограмм. Ви кажете, уже немає, это уже на 10 годину, что ли, зараз продали? Да, да. Молодцы. Прямо в тому, що ярмарки були для нас закриті. Да, да, да. Ми трішки не в невеликому ассортименті сьогодні. Добре, гарного дня вам, щоб все за годину розпродали. Дякую. Вот, видите, продавчиня подтвердила, ярмарки якабы закриті для нас, поэтому в невеликому ассортименті вони розпродають. Повторяю слова продавчині. Добрий день, не яйца в яку ціну у вас? 70 гривен яйца. 70, так. Ну, я бачу. Я бачу. Так, а помидорки? Дуже красиві. У вас прям, винощі оліце збороду, да. Поп'єді ся. Зразумію, дякую, гарно дня дякую. Так. Людей, вот, знаете, вот тот предел, когда передвигаться комфортно, но ще чуть-чуть, і вже буде неудобно. Из широких ринков мне понравился столичний. Мне понравился столичний тем, що там просто ангары. Посмотрите видео, ссылочку оставлю под роликом. Лохи на 90, да. Тут у нас персик 45. І прям все, вот прям все за персиком на 45 гривень выстаивається в очередь. Нектарин 60. Кукурузка 50 или 10. Ну, 5 гривень, ой, 50, говорю. 5 гривень или 10. Все что-то покупают, все что-то приобретают. Я еще, честно говоря, в голове себе не сформировал, что мне нужно. Наверное, пирожки. Пирожки на завтрак. І, може, бить, какой-то виноградик формата кишмиш. Тоже приобрету. Вот тут, кстати, кишмишу, вижу 90 гривень. Ой. Так. А що у вас тут подорожник для лікування, да? Так, а семечки, які у вас, це тыква в Якутіну? Тыква, так. Це пакетик 25. Ага. Зрозумію. Дякую, дякую. Гарно дня. Так, пакетик тыквы. Тыквы 25. Я против, честно говоря, друзья, против вот этих полиэтиленовых пакетов. Поэтому, когда вижу, что кто-то продает в пакетах, ну, не знаю. Не то, что негатив, но я лучше пересыплю в карман, чем буду этот полиэтилен брать себе, как говорят, пакет с пакетами дома планировать. Вот собачки себе косточки тоже ходят, ищут. Друзья, я не перестаю повторять тот факт, что если вы хотите, чтобы я куда-то забежал, посмотрел какую-то конкретную локацию, какой-то конкретный рынок, конкретный какой-то магазинчик или отдел в магазине, вы об этом можете просто легко и просто сказать. Потому что у каждого есть свои пожелания, у каждого есть свои какие-то интересы, и я к ним всегда прислушиваюсь. Абсолютно каждый отзыв, я читаю абсолютно каждый коммент, я вижу. Не на все я реагирую, но, поверьте, каждый я вижу. А это вишня, да, у вас? 70 гривен. 70 гривен вишенка, помидорки 30 гривен, а что с ними не так? 30 гривен цветная 50 гривен, помидорки 30 гривен. Пока что это самый дешевый, наверное, который я видел. А кавун в якуте, ну скажите, будь ласка. 20 гривен. Можно по 18? Понял. По 18 можно, а можно даже половинку или четвертинку. Кавун солодкий, 17, кто меньше, да, как на аукционе. Раз, два, три. Огирки 30, вот такие вот от маленьких до маленьких баклажан 30. Кабачок 35. Так, помидорки еще есть. 30, сливка грунтова 35. И цветная капуста 55 гривен. А вот джика в якуте, ну баночка? 50. 50. А джика 50, узвар 80. Вот тут вот горы, горы просто. Слив, горы, помидорок, сливы у нас. Сколько? 24. Кстати, вчера покупал сливы, но покупал в Новусе, в магазинчике. Нормальные сливы, не помню, тут 24 гривны, кажется, тоже покупал. Ну, обычные сливы взял, купил на один раз, съел и забыл. Малина 140. Мне нравятся эти ценники, 139,98. Лохина 99. Облепиха на зиму уже можно готовиться, замораживать и в чаек добавлять. 25 за 100 грамм. Ее на самом деле многое не надо. Полуныца 109, кстати, дешевая. И вот прям тут на прилавке запах полуныцы вычевается. Сливка 24. Нормальная сливка, гора. Персик 30. Яблочко 25. Кукурузка 5. Персик 65. Кишмиш 89. Денька 30. Можно даже половинку, да, купить. Ковун 14. Ковун 14. 15. 15. 14,99. Да, 15. Все правильно. Все таково. Баклажанчик 14. Морква 17. А буряк в якутина, знаете? Все нет. Так, картопля. 21. Мое почтение и уважение всем продавцам, которые смотрят это видео, которые будут смотреть или которые понимают проблематику, когда нет цен. Я не знаю. Это так иногда бесит. Я понимаю, что некоторые хотят пообщаться, некоторые хотят поторговаться, но разве не удобнее, чтобы каждые две минуты, каждую минуту не дергали просто написать ценник. Да, ради бога. Если ближе к вечеру ценник уменьшится или увеличится наоборот, возьмите с запасом картонки и просто перепишите. Возьмите водосмывающийся какой-нибудь маркер и просто тоже перепишите. В чем проблема? Я не понимаю. Каждые 10 секунд отвечать на аддонный тот же вопрос. Не знаю. Может быть, я чего-то не понимаю. Напишите в комменты, почему люди не указывают цены на тот товар, который в огромном количестве, в огромном сортименте. Я понимаю, если бы он у них был один или редко подходили, как вот тут вот, например. Кстати, друзья, в одном из прошлых видео вы просили поспрашивать про цены на стиральные порошки. Добрый день. А в какую цену скажите? Тайк, будь ласка. 450. Это что у нас? Сколько? 5,5 литров. Ага, сразумил. Дякую. Так, 450. Не знаю, честно говоря, много это или мало. Я как-то этими порошками не сильно увлекаюсь, если так можно сказать. Поэтому цену не знаю. Но 450, если вы поделите на 5,5, там было даже 5.775. Получите ценник за 1 литр. Девушки, женщины, это дорого или нет? Робот Бельгия. Тайт. Ну, говорят, вроде как топ. Прошли мы, друзья, с вами весь рынок от Аду Я. Мое удивление, да, из того, что меня удивило, появилось мясо, появилось сало, появился сыр, появился творог. Потому что какой-то промежуток времени не было на рынке молочки, не было на рынке мяса. Или я просто ее не видел. Нет, скорее всего, не было. Сейчас появились холодильники. Тоже большой респект тем продавцам, которые заботятся о здоровье, которые заботятся о своем, назовем так, статусе. Чтобы люди не траванулись и люди видели. Мое личное мнение, я лучше переплачу и куплю мяско или сало с холодильника у тех людей, у которых есть холодильник, чем у которых нет. Это касается второй половины дня. Если это первая половина дня, то в принципе мне все равно. Хоть это на столе, хоть это в холодильнике, без разницы. Ассортимент великий. Помидорки 30 гривен, мне кажется, это шара. Ценники вы видели. Помидорки, разнообразие помидорок тоже вы видели. Арбузы по 10 гривен есть. Кушай, не хочу. Дыньки тоже есть с чего выбрать. Друзья, как вам цены? Где вы закупаетесь? Носите ли вы очки солнцезащитные? Я уже спрашивал, напишите в комменты. И, конечно же, в подобайки, конечно же, лайки. От вас приветствуются подписки и что? И комментарии. Не знаете, что написать? Не знаете, что написать? Напишите одно слово. Андатра, чтобы я понимал, что мы с вами на одной волне в диалоге. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. А в новом видео, кстати, затравочка, у нас будет с вами обсуждение пенсий, обсуждение цен детских садиков, обсуждение зарплат минимальных, максимальных и так далее. Поэтому не пропустите, подписывайтесь.